Всем привет! Наконец-то у меня снова появилось время записывать ролики. Мои игры на сайте Chess.com. Это в основном блиц партии с сильными игроками, мастерами и выше. И сегодня я планирую сыграть не одну-две партии, а по времени сыграть целый час. Посмотрим сколько партий за это время я успею сыграть и постараюсь какую-то качественную и красивую игру в то же время показать. Очень трудно совместить эти два аспекта игры, но тем не менее постараюсь. И также хочу объявить о том, что если я налажу стрим, то в самое ближайшее время хочу провести игру со зрителями. И также игру на Lichess и на Chess.com, с мастерами, с гроссмейстерами и с другими сильными шахматистами. Так что если звук будет в порядке, видео тоже, я сделаю анонс об этом событии на своем канале. Так что не пропустите, кому интересно. Но сейчас начинаем играть. Будем играть по три минутки. Включаю общий вызов и посмотрим, кого мне дадут в первой же партии. Так, это Эдгар Карагазян, Франция. Мы поехали. Д4. Конь в три. Не раз уже играл с этим шахматистом. Достаточно сильный блицор, играет быстро. И ранее у нас с ними были славянки. То есть он выходил в C6 и играл такой кембридж спринский вариант. Посмотрим, будет ли здесь вход в C6. Нет, соперник бьет Dc сразу. Видимо, надо было у меня G3 переходить в каталон. Здесь я больших перспектив не вижу в этой позиции. Игра с изолятором ожидает меня. Но в будущем где-то я попытаюсь, может быть, сыграть D5. То есть разменять изолированную пешку и получить, наверное, равную игру. Поскольку теории здесь особо не знаю, буду просто делать логичные ходы. Подтянуть ладью также можно на C1. Наверное, этот ход не может быть, в принципе, ошибкой. Соперник явно намеревается сыграть B5. Сыграю профилактически A4. И отведу славянка, наверное, на B3. Но выполняет свой план достаточно грамотно соперник. Переводит кань на D5. То есть конь, как известно, самый лучший блокер. И на D5 он выглядит очень гармонично. А вот здесь, кстати, возникает вопрос. Чем бить? Возможно, ладить C3 с последующим переводом ее на H3. Но там возникает конь E4 неожиданно. Что, наверное, не может меня устраивать. Поэтому Bc. Также у меня может быть план с ходом Fd3 и слон C2. Такая батарейка. Может быть, организуется где-то. Ну и поставим сопернику вот такую вот ловушечку. То есть нельзя бить конем на C3 из-за Fd3. Конечно же, видит оппонент. Ну и теперь какая-то классическая игра должна быть связана с ходом, наверное, H4 или F4 ладья, H3 ладья. H7 куда-то забрасывать. Но выглядит тоже это довольно рискованно. Пока что делают такой фиксирующий ход. Вроде конь на E5 стоит очень сильно. Но хочется его почему-то перевести на B6. Еще и там прижать. Перспектив, честно говоря, я не вижу здесь атаки. С другой стороны на конь C4 слон B5 уже будет. Тоже неприятно. Ладья E1 сыграю. Здесь C4, наверное. На Fb4 может быть отдать вообще эту пешку. Но все равно намереваюсь где-то ладью на G3 поставить. С последующими многочисленными ударами. Мешает мне играть соперник явно. Хочет пойти слон E4. Ладно, подкачу еще одну ладью на E1. Это чтобы была возможность сыграть ладью H3 или ладью G3. И там на слон E4 просто беру ладьей этого слона. Скорее всего отъезд сюда соперник. Может быть конь E7 вообще или пока рано. Но эти H4 таким образом. Отдаю сознательно на A5. Хочу на Fc5 просто конь F7 занести на самом деле. Без всякого стеснения. Опасается соперник. Ну и в принципе правильно делает. H5. Пора взрывать. Я думаю позицию. Может быть D5 еще или конь G6 занести как-то так. Или конь G4 вообще. Попытаться на H6 его перевести. Может быть не точно конечно. Хочется еще и D5. Сетнот очень жаль. Мне кажется могло бы здесь что-то найтись. Но времени явно не хватает. Кучу всего понажертвовал. Соперник кстати отъедает на G4 важную фигуру. Вряд ли я что-то тоже успеваю сделать. На конь F4, Ff1, G3. Ну конечно какие 12 секунд. Ничего здесь я не успею. Абсолютно. Очень много потратил время в дебюте и в митей шпиле. Может быть в какой-то момент имел перспективную позицию. Но потом инициатива была утрачена. Ну может быть в ладе C4 еще какой-то последний шанс выиграть этого коня. Таким образом я даже его выигрываю наверное. Ну что дальше сделать? За столько времени понятия не имею. Ну да, на предходе меня поймал. Конечно вынужден сдаться. Начинаю эту серию партий с поражений. Идем дальше. Так, Владимир Дамьянович. Сербия. Поехали. С6. Закрытый вариант каракана. Конь Д2 сразу на Б3. Соперник переводит. Ну окей, пока что. Расставимся таким образом. Слоны на Ж6. Коня на А6. Наверное автоматом практически. Обычно суда не бьют, но все же. Может быть соперник решится на это. Взятие на А6 не считается сильнейшим продолжением, поскольку теряется контроль у белых, точнее над черными полями. И линия Ж, вскрытая, она дает невозможность определенной атаки на короля. Был вариант у меня здесь со слона А5, но я выбрал вот именно продолжение с А5 пешкой. В принципе, это тоже неплохо. Если я доведу пешку до А4, это будет большим успехом для меня. Поэтому самое лучшее здесь считается Ж3 за белых. И на А4 ответ Ж4. Вот такая вот профилактика хитрая. Но ход Ж3 мало кто знает. То есть вот по своему опыту, по партиям, совершенно мало кто так ходил. А если так не ходили, как правило, позиция была вполне удовлетворительная у меня. Здесь соперник собирается залезть уже на С7. Насколько мне это страшно. Ну, неприятно на самом деле. Может быть потеряю рокировку, иду королем на Ф8 после слона Б5. Но начну игру на короля. Посмотрим, чья стратегия тут более верная будет. Так, ферзь Д2 не торопится со слоном Б5. Ну, делает такой логичный, надежный ход. Наш3. Так, ну вроде как я должен пропускать слона на Н5, чтобы потом, в случае чего... Так, какой-то сбой. В случае чего, Ж6, король Ф8 и король Ж7 прибежать. Слон Ф3, слон Ф3, конь Д4, ферзь Д4 есть у соперника. Но с другой стороны у меня есть ресурс конь С4 здесь. Наслон С4, ДЦ, ладья С4, слон Ф3. Вот так вот скрыть позицию. Есть вариант сначала слон Ф3, и уже на слон Ф3, конь С4. Это более так, как-то солидно, что ли. С другой стороны я не вскрою короля. Мне хочется поинтереснее получить позицию. Поэтому играю таким образом. Через жертву пешки попытаюсь оголить короля соперником. Так, не берет. Может быть, отловить ладью где-то здесь уже можно. Теоретически, наверное, можно после Б6. Так, сброс ладьи следует. Ну, видимо, там на БЦ просто слон Б5 будет ход. Ну, ладно, в принципе, переживем. На ферзь С5, наверное, слон Ф3, конь С5. Так. Все равно сюда, наверное, съесть нужно для порядка. Чтобы на ферзь Ф3 уже пешка Д4 перестала существовать. А на ЖФ, ну, ферзь С5 это раз. Ладья А6 это два. Что выбрать, да? На этой ситуации, наверное, ферзь С5. Интереснее. Там какой-то заброс конь Ж3 мне очень нравится. Конь Ж3, ФЖ, ферзь С3. Так, наверное, много там все равно не получу. Там есть ход ферзь Д2. У меня просто иссякают ресурсы для атаки. Если конь Ж3, ФЖ, АЖ, король Ж2, забанили, так сказать. Значит, ферзь Ф4. На пешку Д4 пока что напал. Дальше посмотрим. Может быть, ладью еще переброшу через А6 на Ж6. Ну, должна быть позиция. С перевесом, конечно. Другое дело реализация, когда 42 секунды. Так, тут понятно, как играть. Слон С6. Не думаю, что это страшно для меня. Так. Вот это уже страшно, потому что грозит просто конь Ф6. Хитрый соперник. Хитрый серп. Ладно, ладья А6. На конь Ф6. Кстати, что на конь Ф6? Там у меня ферзь не поймается в вариантах. Конь Ф6, король А8, ладья Ж4. Сразу ладья Ж4. Да ладно, без ферзя что ли? Интересное кино. Ну да, ничего вроде не предвещало бы позиция. Просто поймался в ферзь. Казалось бы, когда уже пешку Д4 выиграл. Да, не торт, конечно. Еще и конь Ф6 форсировано получаю. Слово, Ж6 наказывает соперник за все мои выкрутасы в этой партии. Да не, ну объективно говоря, нормальная была позиция. Ферзь Д2. Чуть-чуть еще. Потерроризировать короля можно. Так, куда он там пошел-то? Кстати, вот интересно, вот здесь вот если Ферзи один. Оп, вот такая вот штучка возникает. И даже я выиграл бы. Но тут главный фактор время играет. Когда на часах у соперника 2-3 секунды, уже никто не думает о том, что он проиграет там Ферзя, Вадью, еще что-то. Тут в первую очередь, поскольку когда играет без добавления, тут фактор времени выходит с большим запасом в первое место. Так, 0-2 стою. С данными товарищами. Идем дальше. Так, азербайджанец с логином Зайка. ФМ. Что он мне тут предложит? Д6. Сразу. Без конь Ф6. Такая схемка. Интересная. Ну ладно. Е4. В принципе, на Ц5 готов Д5, наверное, двинуть. Так, конь С6. Конь Ф3 здесь. И слон же Е4. Ну, пусть будет такой ход. Е5. Ну, Д5. Конь Д4, слон Е2. Я думаю, что вполне пригодно для белых. Взял. Так, такого быть не должно. Предход нужно уметь отменять вовремя. Иначе это может чем-то плачевным обернуться. Ц5 сразу играю, чтобы подорвать вот все вот эти вот цепочки. Полный чейный и прочее. А конь Д2 хожу для того, чтобы на Ф5 ответить просто Ф3. То есть, сдерживать вот этот натиск на королевском фланге. И конь по стандарту идет на Ц4. То есть, такая классическая атака на пешку Д6. Для классики эти позиции хорошие. В принципе, для классики и прошлые две позиции в прошлых партиях были тоже замечательные. Но Блиц совсем другое дело. Тем более, без добавки. Тут, как говорится, любой подкрут. И все. Все твои планы рушатся. Нужно считать конкретику. Так, слон Ф2. Ж5. Ну, не знаю, на самом деле, правильно это атака или нет. Моего оппонента, поскольку король у меня в коротку не рокировал. Я, наверное, могу свои планы проводить. Конь Ц4. Специально задержал короля в центре, чтобы ставить сопернику вопрос, где ему играть. Но он верен своим планам. Я, в принципе, тоже. Можно, конечно, побить. Можно сыграть даже конь Б5 здесь. На слон Б5 побить. Это неплохо смотрится. Можно сыграть Б5, Ц6. Вообще, такую очень серьезную массивную атаку создать. Давайте Б5. В принципе, нравятся эти варианты. Задвижка пешки на Ц6. То есть, слон парализованный. В принципе, остальные фигуры не намного лучше его. Ну и здесь, я думаю, бью. Залазю сейчас ладью быстренько на А7. И должен там обосноваться я, по идее. То есть, король Д2, наверное, ходится. Но типичный такой зажим в старушке. Ж4. Да, в принципе, могу даже побить там, наверное. Так, есть кот ладья. Б7 у меня еще в один момент. Так, к нему он полез. Естественно, бить не будем. Слон мне пригодится для какой-то жертвы на Б6 рано или поздно. Может быть, сейчас посчитать. Не, сейчас, наверное, опять же время. Проседаю. Тут меня сильно беспокоит. Неужели он здесь будет первой? Что-то не верится. Что его атака станет более опасной, чем моя. Тем не менее, не исключаю такой возможности. Где-то должен я просто занести конь Б6, скорее всего. Наверное, тут. Или слон Б6 лучше. Слон Б6. Или конь Б6. Ладно, слоном. Что он хочет? Почему он в ладьер G6 вообще сходил? Я что-то не понимаю пока что как бы смысл данного хода. Но поставил второго ферзя, я не знаю. Ферзь Е3. Да, но здесь ночудил соперник на самом деле. Взял сюда. Так, мат не получаю здесь. Ну, вроде не получаю. И ферзь F7 матую сам. Неужели одержал первую победу? Так, что у нас вообще происходило-то? Вот мне интересно вернуться к моменту, где он сходил в ладьер G6. Потому что там не все так однозначно было. То есть как бы G6 его никто не просил ходить на самом деле. Были у него варианты наверное с переводом как-то слона может быть там. Хотя как слона перевести, чтобы на пешку G4 напасть? Никак, да? Ну, был ход ферзь G5 по крайней мере такой. Хотя просто спросить, что мне делать. То есть F3 не знаю угроза или нет, но по крайней мере неприятно. На G4 ферзь стремится побить. А там я нигде пожертвовать сразу не могу. Есть ход ладья A8 наверное. то есть там на F3 ферзь E3 вроде как держусь. Но если он просто побил, допустим побил и какой-то типа поплотнее даже на король F7 или слон F7 Слон F7 наверное. Ну и тут нужно еще считать. Тут совсем не все ясно. Еще же есть варианты типа конь G2 и если ферзь G2 то F3 вот такой вот выигрыш. Но позиция неодноначная была. Вот конечно G6 ход ладья G6 соперника погубил в этой партии. Так. А мы идем дальше. Идем дальше. Так. Может быть вызвать кого-нибудь из гроссмейстеров. Вот например Духлес это Даниил Дубов. Конечно вряд ли он примет мой вызов. Тем не менее. Так. А я играю с Дайр Вулф Германия Д5 Давайте контргамбит Альбина запустим. По-моему в моих роликах такого еще никто не встречал. Посмотрим как будет реагировать соперник. Тут есть ходы А3 Конь F3 G3 стандартный Е3 Но вот это по-моему не точность насколько я помню. Слон Б4 должен играть наверное. Там у нас слон Д2 ДЕ Неужели он взрывнул? Не, наверное ФЕ сейчас пробьет. Мне кажется хорошая позиция просто Ферзь А4 Да ладно Я что ли порядок напутал? Так Конь С6 Конь С6 слон Б4 Может он вообще ходить? Имеет на это право? Наверное не имеет Потому что имеет Если слон Д7 Ферзь Д4 взяли но как-то там не очень нравится эта структура Так П5 Если такое Ферзь Б4 не годится Долго считаю вариант Ладно Конь С6 Замес обеспечен как говорится Если Ферзь Д4 на Б2 пробить Ладно пробить для порядка нужно Он так уверенно играет что скорее всего он ко всему этому готов Так Ферзь Д4 Ферзь А4 Куда? Брать Ферзь А4 Хочу вызвать Ж3 и потом только Ферзь Д4 Там просто в вариантах у меня может быть ход Ферзь Е4 и следа на Аш1 Просто минуту он у меня съел Позиция такая непонятная На Король Е2 Ферзь С4 Так сюда играет Ладно Шах Прописал Кстати на Король Ж2 Ферзь Б2 и съел Ладью Кто же все-таки из нас здесь не прав Так съедаю сюда если там Слон С3 Ферзь С1 Нет не хочется Ферзь Е4 Это Ел допустим Ну не знаю Кажется что нормально Так Запускаем Тут будет скорее всего 3 0 Он пожертвует просто этого слона Он ему не нужен А вот дальше все становится очень интересно Потому что после 3 0 он отрезает у меня линию D у меня король еще не рокированный Будет лишняя ладья конечно на данный момент но как бы не в фигуры играем на самом деле как бы мат получить так король вот это сюрприз на самом деле забрал так он без качества и с таким королем бегающим смелый смелый парень не буду брать пока слона сам хочу коня на f5 вывести ну поставил предход естественно слона h3 у меня f3 единственный ответ а он конь d5 лезет вот этого я в принципе ждал и наверное здесь уже 3 0 имеет смысл или промежуток сделать такой да какая-то психическая позиция по-другому не скажешь 3 0 хожу ладно вот это радостные шахматы действительно в стиле сами знаете кого конь f5 или конь g4 конь f5 или конь g4 или вообще слон f1 да сдался соперник ну прикольно наверное так хорошо никогда мне еще контргаммит альбина не удавался когда соперник попался в ловушку ну скорее всего действительно не знал да или там посчитал что после ферзь a4 выигрывает фигуру но дальше вот на такое опровержение он попал а вот если не g3 а допустим король уходит там скажем на e2 на e2 ферзь a4 да съел и все в порядке а если на куда ему идти с другой стороны на f3 конь связан но тут уже слон выходит да не наверное уже близко к проигранной не верю я в такие бегства королем итого 2-2 жить стало чуточку веселее так e4 играю с канадцем национальный мастер ну что c5 на разнообразие конь e2 разнообразил ладно он как-то хитро сейчас d4 будет нет d3 играет поскромнее ну я вот люблю вот такую вот рюмку выставлять я это называю рюмкой c5 d6 e5 вот такие пешки и что-то в стиле английского начала варианта ботвинника за перевернутый цвет никогда не боялся здесь конь f6 играя белыми на самом деле но вот h4 это действительно может быть неприятно ну в принципе здесь наверное отбиваю угрозы да конь e7 хожу уже где-то f5 или конь f5 или b5 b5 вот так вот поинтереснее сбиваю тут так а вот теперь мой конь может уже устремиться на поле d4 там в случае взятия защищенная проходная наверное будет как минимум не хуже так f5 теперь e4 это наверное вопрос шахтной культуры ход но не сразу так куда ферзя определить наверное определю его на e8 таким образом ну почему просто чтобы e4 поддержать и он там где-то в случае отхода коня c3 например на a4 как раз в такой редакции может оказаться полезным этот ферз так если взять ну конь у меня слишком красивый чтобы менять его на слона но слона на 6 думаю годится так так куда деть ферзя ферзь b8 ферзь c8 куда ферзь f7 наверное ферзь b8 то есть моя идея в чем на ход b3 который скорее всего последует ферзя забрасывать на b4 что позиция кажется за белых тяжелой по ощущениям где-то сейчас должно прилететь что-то вот допустим мне кажется вот ферзь c3 здесь просто решает нужно посчитать конечно время есть допустим да ферзь c3 играю конь e2 слон g7 да не досчитал не досчитал жалко максимум что я здесь добьюсь это наш лишний пешка в этой позиции останусь а кстати как все классно у меня срастается да правда симпатично e3 король e3 конь e4 и съел на f8 конфеточка люблю такое молодей 1 последний шанс конечно же закрою конь e5 и король g7 уплотнился да вот этой партией можно быть довольным все срослось как говорится вперед счет 3-2 соперник написал мне в прошлое что не хочет играть со скучными игроками так что здесь ну что повторим мне прошлая партия немножко воодушевила как-то может быть тоже захочется играть закрытую с целяночку с рюмкой нет идет вроссалима какой-то немножко корявенький неправильный и неправильный и неправильный вообще здесь мне кажется конь f6 по-хорошему надо было ходить это уже не то поэтому сразу играю e5 чтобы соперник не задвинул и через f6 коня буду перебазировать в другом порядке ходов получаю приблизительно то что хочу с планом f5 но соперник не поменялся и вот это конечно портит мне всю картину потому что когда слон разменен на коня я беру dc и вот это построение гораздо симпатичнее выглядит здесь еще с этим слоном придется побороться e7 конечно глупость под конь d5 ну здесь вот я конечно же бить не буду это правило в принципе то есть два коня дублируют друг друга да получается белым выгодно чтобы я один раз пробил соответственно еще по заветам Сакаева по его книге нужно таких дублирующих коней оставлять сопернику чтобы ему было труднее как-то развязать свою игру то есть играю здесь позиционно в данном случае пытаюсь по крайней мере не знаю сколько получится не настолько высок класс чтобы как-то позиционно тут всех переигрывать но накатываю пока на королевском ну так вот меняются дебютные построения да уже что-то больше на стары индийку похоже здесь конь d7 подгораживает поэтому отвлекусь ладью ненадолго почему не ладья ац8 потому что тут пешка а7 подвисал c3 c3 да может быть такое быть конь f3 вообще вот так вот нет это из разряда фантастики причем какой-то неестественный абсолютно нет такого быть не должно конь f3 не годится конечно а6 cd там с темпом проигрывает пешку ну да не надо мудрить таких случаев просто отошел коня может на а5 отправлю может и нет что там коню делать слона на 2 отойдет b4 b4 заманчиво чтобы что-то тут уже получится взял и вернулся то есть такого слона конечно разменять не будет за счастье поскольку черные поля тогда будут провисать в будущем у белых я думаю вряд ли он побьет слоном d4 явная заноза будет для соперника да занозу он оставил но побил конем правильно сделал так конечно же конь e5 наверное надо здесь играть переводить коня на g6 для будущей атаки сразу скажу что слон d4 хода нет из-за коня f3 поэтому тут не боюсь и могу еще h5 накинуть то есть пешка это как бы она висит в воздухе но сбить ее нельзя лопнуть точнее эту воздушную пешечку так и снова у меня появляется ход g4 здесь опять эта пешка неприкасаемая хотя вот f4 уже упадет да ладно конь g6 cd g4 наверное так конь c7 пошли фокусы от соперника ну наверное это было мной зевнуто вообще не видел ресурса конь c7 ну да дела плохи не хочется конечно ферзя вадить но буду играть без качества что делать так забрал ферзем здесь сейчас будут какие-то размены после ладья b1 конечно же соперник этого хочет я нет и это понятно ну что я могу тут сделать как говорится только обострять все жертвовать чтобы хоть как-то минимизировать значимость материала в этих позициях допустим ферзь g5 у нас он d4 конь епик пойду то есть как-то так одна угроза подряд и вж не знаю быть и вж владея g7 не годится там владея b2 всяко находится соперник здесь на владея опять еще будет соперник вынудит все размены ферзь g6 нельзя играть там просто ферзь f7 с разменом ну и здесь ферзь f7 не решает как он тут будет выигрывать владею подключить шаг пока забрал так ну ладно увидит ферзь h5 или не увидит увидел молодец да зевнул конь c7 красивую тактику и там уже в принципе все было решено а до этого мне кажется позиция такая была обоюдоострая то есть до первой ошибки 3-3 да у нас по счету так международный мастер из америки лимпайр ни разу по-моему с ним не играл что предложат так конь f3 пока что быть новоиндийку как тут часто делают нет играют бенони старая добрая бенони то которое модерн но мне нравится коньян c4 переводить по-разному игра в принципе в защите бенони и g3 используют другие варианты слон g5 и 4 и 4 сразу ну решил конь c4 попробовать стандартный вариант с конь e8 и e3 глубоко не знаю есть теория конь a6 такое встречалось да по-моему здесь чуть ли не конь e4 вообще ходится на самом деле честно честно не помню по ходам конкретно давайте попробуем так вот без развития взять и выиграть пешку на d6 наглым образом в каких-то анализах партии игра с месяц встречала я ход конь a6 он вроде нормальный не главная линия там главная по-моему a6 но тем не менее встречалась опровержение точно не помню вот конь e4 просто где-то видел так чем забрать допустим так это конечно главный план в защите бенони за белых съесть пешку на d6 в принципе удалось что дальше съел слоном допустим так что теперь съедать вторую но как-то ты уже наверное слишком нагло да есть ход ферзь f3 интересно после ферзь f3 например b5 взял взял d6 интересно проверить навшивость соперника ферзь f3 слон едва рокировку вот если я успею рокернуться как бы быстро не проиграю наверное все-таки ошибка была слон e4 сейчас получу да не то это не то все соперник явно быстрее так слон e2 слон e4 куда отходить ферзь f3 если d5 но там держусь b5 будет вернее ферзь f3 ферзь f3 ну да проигран проигран конечно сделать сумасшедший ход вообще нет там ферзь e5 сразу 0 ладно съел здесь попробую проявить какую-то изворотливость да пока что на полную ладью кстати на слон b2 слон e8 там еще вторая зависнет может быть соперник тоже нужно быть аккуратным покажется так ладья b8 конь c4 если нет там все зависнет слон c6 слон c6 43 секунды даже если что-то тут лучу по позиции шикарной вряд ли успеет 2 0 успел так конь c4 нет конь c4 не успеваю уже ничего не получается слон b7 наверное просто самый простой ладья b7 побить за него нет сюда бьет забрал на в такое переходит ну да конечно тоже выигран два слона явно сильнее 26 секунд на часах все на дно отъел толку нет так он видим на мат все-таки решил выбрал план игры с матом просто не знаю ставит ли мне какие-то шансы кстати ферзь b7 неожиданно главное верить как говорится свою проходную пешку так вот он уже в защиту как использовать блин да никак наверное ну да не получается какие-то идеи вечную шахту создать максимум что тут может быть здесь как-то ладья b8 наверное заберет может флаг удаст срубить 6 секунд это конечно будет нонсенс просто на предходах все долблю ну ладно понятно минус 1 снова так вернемся интересный момент я забрал на d6 а вот что делать дальше конь a6 как я говорил вот этот момент вот здесь сходил ферзь f3 я же хотел пойти слон e2 такой вот ход сделать ну слон b2 наверное здесь не страшно почему потому что взял даже 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 сюда наверное ферзь d6 какой-то ход типа слон f3 с последующим конь c4 там пешка d идет это не страшно на слон e2 он мог еще пойти по-моему конь b5 или пешкой b5 ну пешка b5 допустим к ним отходить не могу слон висит соответственно должен бить бью бьет и вот здесь d6 на самом деле что-то похожее получается наверное у черных здесь все-таки в динамике будет все хорошо два слона король рокирован у меня нет и вывод наверное можно сделать о том что ход конь e4 здесь наверное не уместен нужно было спокойно играть слон e2 и делать рокировку учать просто статически лучшую позицию идем дальше может хоть один гроссмейстер сегодня будет пока что международники национальные мастера мастера фиде так конь f6 славяночка слон g5 так давайте пробьем здесь это должно быть более интересно здесь должно быть более интересно наверное где-то конь d5 нет в принципе редко в это иду попробовать можно или e6 значит ладно e6 ломб4 более классическом стиле сыграем на солнце 4 что так e5 фигурки я здесь не проиграю но 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 cd5 предположим твердя на а5 наверное да по классике выдвинуть Привязаться как-то к слону Почему конь Д7, конь Б6 Или же Б6 Давайте вот Б6, слон А6 попробую Такую вот Схемку перестроения Тут должен держать напряжение И нигде бить на С3 нельзя Потому что на моем коне и слоне Все держится тут Объективно-то хуже позиция должна быть Поскольку там в любом случае Конь придет на Д6 Я в этом мало сомневаюсь Но Мне нужно успеть что-то сделать с королем За это время Наверное даже здесь конь Е4 Хорошо, за соперника Не, конь Ж3 пока Почему здесь не взять Взял, взял, взял Много раз взял И конь Е4 Там после жертвы пешки Конь влазит Я без рокировки остаюсь Приятным это не назовешь 2-0 И С5 хочу Так Забыл про ферзь Ж4 Пешка Е5 Таким образом расположилась Что не дает Не вообще защищать своего короля Ничем Просто теперь слон На Х6 угроза страшная Король Х7 обязан Наверное сейчас накат пойдет После коня Х5 И со всеми прибамбасами Как говорится Держать не ясно На конь Х5 Наверное Ж6 есть Пока Временно Так Здесь Попробовать снова Позицию как-то осложнить После Х5 Е в конь Х6 Там осложнения Не в мою пользу будут Но Мне кажется Просто загнусь Если сейчас Как-то Какие-то решительные действия Не предприму Давайте Ф5 Наверное Ферзь Е6 все-таки будет Ну да Попал с дебюта Так Ладей Е8 Взял Может быть Пешкой здесь Нет Это тоже Неверно Обил пока Проиграл вторую пешку Ну и что это за позиция такая вообще С 30 секундами на часах Мда Метра 93 Оказался метром На этом варианте Еще быстро мышкой двигать даже не получается Так ну ладно Может одну отыграю Кстати здесь еще какие-то шансы может будут Чисто по позиции То есть много слабостей Не знаю Ну конь ушел Он должен был на f4 у меня ставить Он ушел А тут здесь уже тяжело совсем Не знаю Ладюши на d7 как-то перебросить Коня уже съесть хочет Коня швыряет Еще мы его тут дополнительно Ну да Здесь нужно сдаваться Намудрил изначально Так Ну охота с кем-то другим сыграть Попробую кого-нибудь вызвать Под конец Нихал Сарин Как быть За эту сессию с кем-нибудь Гроссмейстером удастся сыграть Так Это не то Никто особо не хочет Здесь да Минус 2 Я думаю еще Пару партий Сыграю Здесь выиграю И будем Закругляться Он за вк-юк Чехия Были уже партии С данным товарищем Счет приблизительно равный Насколько я помню Так Давайте коня в 6 Классику Со слона в 5 Не охота Остачертела уже Правильно что-то поинтереснее Прячем слона Так Аж 6 Сорвалась мышка Просто подарил ход сопернику С другой стороны Я не уверен Его вот эта идея Коня в 4 Коня в 6 Совсем не уверен На самом деле Кажется играет Как-то довольно таки Так Примитивно Может ему поинтереснее Здесь предложить Думаю что Сильно хуже Я здесь уж точно не стою У тебя вариант С коня в 6 Конечно Нельзя считать В полной мере Оправдан Скорее Провергнут Ну Блиться Можно играть Все что душе угодно Как говорится Ладья Аж 5 Просто хочу ладью Где-то там Перевести Может быть в центр Или застопорить движение Белой пешки Аж Так Хочу Б4 Навязчивая идея Может быть качество Где-то пожертвовать Давайте попробую Пожертвовать качество Ладья Д5 И на слон Ладья c8 Потом конь b6 Вот таким образом Конечно сумасшедшая идея Не должна она быть правильной Но тем не менее Я стараюсь играть творчески Здесь Просто чисто если посмотреть На эту позицию С точки зрения белых То не так просто Меня пробить Вот конечно пешка идет Да это понятно Но У меня тут своя игра Еще Какая-то намечается По крайней мере b4 Вот например Ну и будем думать Что дальше Может быть Удастся там Подкрутить где-то Так Совсем ничего не боится Соперник просто Просто великолепен Бью ладьей Неужели там g7 Вообще Психический ход будет Не ну это не должно быть Правильно Я просто заберу Что происходит Видно Думает Что на g7 Так Ферси f5 Вот это прикол Как говорится Так А делать то что Матов тут никаких И в помине Нет Да Так Он уже хочет забрать Ладно Забрал сам Приходится в защиту Уходить Как бы это печально Не звучало Наверное придется Или ферси f4 В атаку Ладно В атаку ребята Ферси f2 Мат пойду ставить На ферзь g7 Король на d6 И там еще покрутимся Повоюем Или кстати Или кстати даже может Король e8 Надо смотреть Не На король e8 Что-то все повисло Все повисло У меня здесь Не знаю что делать Еще берет Шах И все В общем у него срастается В этой позиции абсолютно Короля деть некуда Конь куда бы не отошел Может конь a4 Какой-то последний Шансик Нет Тоже не получается Ничего здесь Не получается Ладно Ферси f2 Делать нечего Пытаюсь Конечно Сейчас заберет На e6 В общем Разорвали меня Сегодня По полной программе По самой Не хочу Владиа c1 Заканчивает Да Видимо Сдаюсь Да Была ли эта жертва Оправлена Конечно же нет В другой стороны Соперник Где-то слишком резко сыграл Может быть Вот тут еще Что-то поискать Хочется подрубить Анализ Но Своей головой Подумать Здесь Было ли здесь Что-то Все-таки За партией Я же не смогу Анализ Подключить Королем Отходить никуда Не могу Там ферзь бьет На f6 Ферзь f5 Кажется Да Сильный ход Нашел Не просто так думал Долго Над этим ходом Мастер Конь d7 Почему Мне не понравилось Потому что Просто g7 Пешка прошла Ферзь ферзи в наглую А если раньше Здесь Побить пешкой Кстати Побить пешкой Это было бы Наверное По крайней мере Я бы Проиграл не так быстро Потому что там Ферзь не мог дергаться Из-за c2 Но и шансов на победу Не было никаких На какую-то контр-игру Б4 Наверное Был обязан Ну да Даже в блице Такая жертва Не прокатила Но было интересно Так Играем решающую Минус 3 По счету Рейтинг Опущен До нельзя У нас Кимстер 98 Ну что Давайте повторим Контрагамбит Альмина Я думаю Что вряд ли Мне удастся Так же быстро выиграть Но может быть Интересная игра Зато будет Так Честно Плохо помню Но основная идея Тут переводом Коня На g6 То есть на b4 Все равно Конь g6 Конь d2 Такой ход есть Да Наверное Можно побить Сразу Здесь Переходим Вот такой Шпилек Скорее всего Что этот Шпиль Может нам дать Да много Наверное не даст Просто У белых лучше Никакой остроты Тут ничего нету Просто Солидный перевес Здесь У белых Как с ним Справляться Ну допустим Конь d6 Чтобы там Конь b5 Пока что не было На e5 У меня Хотя бы Опорное поле И опять появится Здесь f6 Сыграю Чтобы уже Действительно e5 Не было Хода Слон d7 И может быть Три нуля Ну да Три нуля Здесь годится Слон e2 Какой же план Здесь придумать Как же доразвиться В этой позиции Более менее Наверное Слон e7 Ладья e8 И слон f8 Вот только так Больше я здесь Ничего не вижу Потому что Настолько крепко Все у белых А у меня сковано Что Трудно предложить Сопернику Что-то больше Ну давайте g5 Я думаю Потому что Пешку f6 Ослаблю Решающим фактором Это вряд ли Станет Позиции А вот Какое-то пространство Я здесь Немножко захватил Может быть По черным полям Даже удастся Там Где-то Переброситься Здесь С6 Есть такой ход На d6 У меня не повисает Потому что Во всех перебоях У меня Под защитой Фигура Так b5 Хочет или нет Наверное Да Поэтому Сыграю Так Кстати На коне f7 Конь b5 А давайте Пожертвуем И там На конь b5 Я заготовил Конь e5 Он не хочет У него Какой-то план Свой Особенный c5 На конь b3 b6 И там уже Все так плохо Да Потом Посмотрю Эти все партии Со стороны И просто Ужаснусь Наверное Сколько ошибок Было совершено Насколько Безграмотная Была игра Но надеюсь Что хоть Какие-то партии Были интересны Действительно Что хоть Какой-то Положительный Момент Был Слон e6 Мало времени Но позиция Уже стала Намного лучше Потому что У меня два слона Один из них Чернопольный И он может Здесь серьезно Пошалить Плюс Защищенная Проходная Это тоже Нужно иметь ввиду Слона Переведу На d4 Здесь И потом Полезу Вообще Наверное Так Сюда взял Ага Он Не дает Мне Он хочет На d4 Взять Ай-яй-яй Зевнул И здесь тоже Он не видит Я что-то Как-то на автомате Сыграл Король c7 Он мог Ладебед Д4 Д4 Побить Так Активность короля Как говорится Превыше всего Так Ну и f5 Пора Эх Надо было Слона f6 Перекрыть Ну ладно Так Жертвую Сюда Где маты Где маты Где мат Не вижу Сюда Ладей в 5 Зевнул Да Тоже соперник Не видит Но он хочет Срубить мне Просто флаг На самом деле Да Встал 9 секунд Зевнул Ладью И просто Порвали меня Конечно же Сдаюсь Что у нас там По рейтингу Получается Ну почти Вылетел Из 2 500 Вообще Была пара Нормальных партий Остальные Конечно Не то что Позорные Но С Множеством ошибок Тут вот Вообще 6 зевков Показывает Под конец Тут какой-то Кошмар Да Отворилось То есть В этой Вот конкретно Партии Я считаю Что Позиция была С дебюта Конечно же Хуже То есть Вообще Без какой-либо Игры Но потом Как-то По черным полям Сумел наладить Такой Стратегический Стратегический Контакт Между своими фигурами Вот Получил В свое владение Черные поля И думаю Что в долгую В классику Эта позиция Могла бы Разыгрываться В мою пользу На самом деле То есть Проиграть я там Вряд ли рисковал То есть Можно домотать До этого момента Где у меня Встали пешки H4 H6 H5 Допустим Где-то здесь Думаю Что вот эта вот Позиция Она в долгую За черных Не самая Это и плохая На самом деле Особенно Вот после этого Взятия То есть Активность фигур Можно было бы Здесь наладить Как минимум Это было бы Достаточно для того Чтобы не проиграть Но Как наверное Вы уже все поняли Блиц Это совсем другое Пытаешься поднять Какие-то идеи Где-то сыграть Более Так Классически Более рационально Ничего Ничего из этого Не выходит Потому что Идет конкретика Или же просто Не хватает Времени Но Вот в этом Как раз и Заключается Сила Блицора То есть Шахматиста Который успевает Все оценить За доли секунды Какой план Могу избрать И В первую очередь Это быстрота Счета вариантов Вот это главное В Блице Вот чего мне Не хватает Так что Над этим Нужно будет работать Ну на этом Пора заканчивать Был час Блица На канале Пряник Чес И всем пока